Минск. 3 июля 1944 года. Грандиозное полотно художника Валентина Волкова. Картина является украшением постоянной экспозиции Национального музея республики. На полотне множество человеческих фигур. И все это реальные люди. Они позировали, но особо не интересовались для чего, как не спрашивали тогда в далеком 1945 году их имена и фамилии. Художник, он писал на заказ, мы знаем, все-таки пережил всю эту историю лично. Недаром же ему было поручено написать эту картину довольно короткий срок, а он растянул ее на 9 лет. Сегодня 3 июля, день независимости Беларуси. В 1944-м от немецких войск освободили Минск, столицу республики. Этому историческому событию и посвящена картина. Наши коллеги из Беларуси обратились к нам за помощью. Они выяснили, что центральная фигура, танкист с автоматом в руках, это наш земляк Алексей Комлев. Мы встретились с сыном главного героя. Вот эта репродукция, которая у нас в семье хранилась, видите, она очень маленькая, почти что с тетрадный листок. Мы спрашивали, похож, не похож. Чисто по фигуре, если взять, очень похож, один в один. Алексей Комлев много рассказывал родным о своем необычном опыте позирования, но конечный результат оценить не смог. Несколько лет назад легендарный танкист ушел из жизни. Его сын Юрий признался, мечтает посмотреть на картину, что называется, вживую. Если получится, обязательно съездят в Минск. Елена Кузовкина, Александр Антропов, Павел Лаурнин. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok